всем доброе утро друзья мы снова на отправке вот что хочу сказать так хотел как бы не об этом поговорить до кучи просто сепаратор так у нас 9 утра такой вот типа так заодно открыл сразу так сказать посмотреть какому состоянии чтобы потом не было на всяких этих все в оригинале все как обычно сейчас его отправим с деком юшка злу срочным поездом так сказать потому что там машина стоит сломана и потом дальше как бы я вам уже расскажу что хотел сказать так друзья оказывается здесь у нас в новом городе все с 10 работает а время 9 13 то есть едем другой район но потому что там как бы человеку на ноги побыстрее туда-сюда как бы будем сейчас посмотреть так сказать их нам бы вот сюда вот откуда выезжает бы направо повернуть срезать бы там по району ладно здесь тогда подождем светофора секунд есть вот просто чё хотел сказать друзья тут ситуация такая получилась да с это с турбокомпрессором вот человек заказал турбокомпрессор еще зимой на евро 4 евро 4 до 920 заказал и установил все там как бы и вот вчера как не копия какая-то тогда за 10000 там а то есть там оригинальная турбина 920 да то есть евро 4 холсет да и вот то есть человек я это как бы отреагировал нормально я ему говорю ну написал прямо это в телеге как бы там в чате говорю так и так это но ты документы дай но в каком-то сервисе но какой сервис устанавливал что при установке турбины что менялась что делалось какие работы проводились там ну то есть всю информацию дай мне как бы то есть люди готовы за маленький пробег турбины если так реально конечно но гарантийное как бы есть все равно но поменяем не вопрос то есть вот на что получил что мне просто скидывать видео где он зимой зимой да получается сам устанавливает на свою газель это на улице в одно лицо как я понял он ее установил запустил и начал ездить просто тупо и я чё тут я думаю блин ну а то шлю видео тогда гарантийщику но мне чё куда деваться не отправлять хам не пишет короче клев говорит это но реально горит были хоть стой хоть падай но прежде чем поставить турбину если в нормальном адекватном сервисе при установке турбины меняются во первых все жидкости это замена масла замена фильтров масляных замена воздушных фильтров замена горит топливных фильтров идет проверка интеркулера на пропуске и так далее потом горит настраивается якобы болт на самой турбине там как-то регулировочный вот этот он как-то сначала на холостых потом еще что-то там откручивается вот то есть я сам короче сидел и слушал оказывается сколько всего нужно сделать чтобы поставить турбину ее не убить сразу там ну то есть человек как бы я-то понимаю что то а и плюс еще такой момент ага ну да у меня еще форсунки ссали горит там одна точно то есть вот ё-моё я ну там я уже не знаю если честно ребят но все-таки вы берете вещь она это не ступится это там не гайка от колеса это все-таки какой-то механизм и механизм довольно таки тоже непростой если такие как бы надо создать условия для установки турбины то есть не просто так если ты не знаешь этого думай что просто ты на пять болтов и и закрепил поставил прокладки там трубку слива подсоединил блок и все это и поехал оказывается то ребят это не все так просто мне просто не приходилось как бы ни разу менять турбину это на тот момент я был в нижнем когда это я думал еще думали если у меня турбина когда машину меня не ехала я думаю ну наверное все чудо я тогда испугался машина пустая правда было оказалось что у меня датчик этого кислорода что ли там вот он перестал выполнять свои функции машина просто не ехала вот ну то есть мне повезло это я думаю так как теме и менять а сам я ее поменяю мне там многие ребята ты чё кольца вообще не лезть быть загубишь нафиг и это у нас везде гори стоят чудо сегодня ловит наверно кто может под выпивши ну вот не суть то есть ребят то есть по турбокомпрессор вот просто чё хочу сказать то есть видите какие нюансы есть должны документы сохраняться чтобы гарантию возвратить вот просто о чем хочу сказать чего менялась чё заменялся почему пред этом предыдущий турбина почему как бы вывод какой-то нужно сделать да почему у вас предыдущий турбина как бы сказать умерла то есть оказывается очень много нюансов я самых честно не знал я вот вам просто рассказываю то что мне вчера рассказали как сказать специалисты в этом плане что должно меняться что должно проверяться при установке турбокомпрессора оказывается я буду и не знал да я думаю такую функцию наверно не многие делают как мне вчера рассказали это а вроде бы по сути как бы надо да и поменять и маслица и поменять и это оказывается она спасут стану так и сочетается то есть если будет грязное масло соответственно чё ты там в новую турбину до сразу шлак погонишь ну наверно да все таки человек правильно мне вчера все это рассказал что это и гарантийный случай как бы нужны документы документы чтобы что-то можно было до показать людям производителя да то есть что вот так мол так ну как бы то есть человек отреагировал нормально по гарантии он спокойно горит лег пускай скинут бумаги со ст его что там делал что менялся и как бы эту турбину обменяем на новую а ведь как получилось у человека оказался ее нету просто просто видео вот так как бы видео снимает но контент делает так сказать контент вот сделал а турбину получилось что турбину убил вот и думай теперь как вот это вот все папа я заглох пацаны такой чё бываешь и на переплёсток и мы офигеть тебе управляя мечтой до перепутал но уже сдох так так подъезжаем сейчас потихонечку я отправлю сепар всего машин грузится как раз пацаны машина грузится короче сепаратор полтора килограмма к свесить так ночью все отправил я быстренько прям короче сепаратор от полтора килограмма до ешь к орлы 350 рублей но в принципе так ничего потому что я помню я отправлял в иваново отсюда вакуумный насос и спираль до тоже 350 рублей вышло вану в принципе нормально подправки тоже не слишком много вот как то так вот друзья короче что хочу сказать то вот по турбинкам да как бы повнимательнее немножко надо быть оказывается не все так просто такой агрегат просто так как сказать не ставится надеюсь хотя бы кто-то что-то может помог кому-то что-то ладно у меня ничего пока новенького нету но намечается намечается новенькая газельку также в поисках также ищу какой-нибудь там не знаю пределах разумного то есть дорогие как в автомобиль и не интересуют как бы как сказать долговой мешок не хочу залазить вот так пределах разумных 500 чем там 600 можно будет прикинуть подумать одно варианты есть варианты вылазит но просто пока наличных нету такой суммы сейчас как бы будет котлетка уже буду как говорится что-то как-то снимать может даже возможно какие-то поездки где-то осмотр будем делать газель не знаю посмотрим все по ситуации вот чисто для работы чисто для работы уже такой навороченную как бы на первых стадиях не буду собирать соответственно вот там со спальниками за кабинами так вот как бы будет до в планах сборка газельки посмотрим насколько быстро это еще и как мы найдем потому что варианты как бы пока вот я так поглядываю на вид и есть адекватные цены адекватные люди как бы по состоянии своей газели как бы до выставляет адекватные есть конечно основная часть ну просто жесткого просто шлак продают я не знаю там короче ценники космические блин там прям видно что блять машина она не стоит этих денег я не знаю кто бы чего не говорила кто бы чего не писал там да ладно ты это откуда ты там можешь знать там это но как говорится у каждого свое мнение но соотношениях тех цен которых продают даже ты сам не купишь кто об этом будет думать что это не так ну и вот получается то что получается до соответственно может чего-нибудь там и подснимем но как бы фермер там или чё-то но пока мне не интересно потому что машина будет делаться для работы но понимаю что отдых там но не охота кубатуру кубатуру терять вот этот метр как бы будем делать либо газель бизнес просто собирать трех меску либо нэкста трех меску только уже без за кабину потом когда уже может быть в дальнейшем что-то как-то будет опять получаться все хорошо может соберем опять за кабином спальничком какую-нибудь и очку пока как-то так вот вот у нас друзья снова движуха не успел я одно сделать сейчас будем в оренбург отправлять теплообменник и прокладочку вот так вот на оренбург так что вот так вот и крутимся вертимся туда-сюда там сам здесь туды-сюда им да как там нет гарик гарик туда-сюда там сам тут туды-сюды